Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Праткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Прошло уже, наверное, какое-то время, мы с вами не виделись. Наверное, с Самары, вот с того момента, когда неизвестные люди напали на меня во время, вот когда пытались все-таки мы с церкви защитить, церковь, когда вот вы видели эти кадры, огромный вот этот молодой человек схватил, пытался разорвать рясу, схватил за крест, сорвать пытался. Ко мне очень многие потом обращались, сразу же кто-то отреагировал, узнали люди о происходящем и говорили, давайте подадим в суд за нападение, потому что он пытался ограбить, выхватил телефон, вот, и говорили, давайте обратимся, тут права верующих нарушены. Но знаете что? Я понял одно, что если уж Александр Глебович Невзоров нашел в себе силы простить православного человека, то я как пастырь, как священник, как епископ не имею морального права обращаться в какие-то органы. Господь учит нас прощать, поэтому я всем сказал, не пишите никуда, не будем обращаться. Интересно, этот день складывался, пока мы вот в Самаре пытались хоть как-то противостать вот такому произволу, потому что захватили землю, а мне звонили из Москвы и говорили, что собрался духовный совет как раз по твоему вопросу. Наши братья заседали РосХВЕ и обсуждали видео, которое вышло на нашем канале, где я отвечал на вопрос в интервью и рассказывал, что у нас работает сотрудник ФСБ. Кстати, я был не единственный. До меня еще пастор Артур Симонян пригласил к себе в студию. Уважаемый, дорогой мне, Дмитрий Шатрова, который часто поддерживает меня, пишет что-то, звонит, всегда слово о любви, у него есть ободрение такое. Вот они как раз и говорили на эту тему в обширном интервью, а ссылка будет на это интервью, вы сможете посмотреть его полностью. Но мы дадим вот как раз интересующий всех этот вопрос. Пастор Артур заострил внимание, что где бы он ни был, в США, в Европе, в других странах мира, ему все задают этот вопрос, что делает сотрудник ФСБ в руководстве Российского объединенного союза христиан-вероевангельских пятидесятников, то есть в нашем РосХВЕ. Вы можете посмотреть интервью. На первый вопрос, работает ли он действительно, Дмитрий Дмитриевич дал положительный ответ, это ни у кого не вызывает никаких сомнений. Но на второй вопрос, как мне кажется, Дмитрий Дмитриевич так и не смог ответить. Впрочем, лучше вы судите. Это мое субъективное мнение, как мне кажется, что вот, ну не ответил. Зачем? Зачем сотрудник бывший или не бывший, как Дмитрий Дмитриевич говорит, что он пенсионер? Да, мы знаем, и это не шутка, это не мем какой-то, который разошелся по всему миру. Наш президент Владимир Владимирович Путин, он недвусмысленно однажды сказал на весь мир, что бывших сотрудников не бывает. Поэтому мы должны понимать, что пенсионер не пенсионер. Очень часто люди выдвигают, некоторые верующие выдвигают тезис такой, и говорят, что церковь отделена от государства. Даже наши епископа произносят эту мантру и говорят, ну тогда законный вопрос, а что государство делает в церкви? Почему она направляет своих работников? Есть ответ, что он, наверное, помогает. Помогает решать какие-то вопросы, которые трудности возникают. Но, к сожалению, жизнь, вот за эти пять лет, сколько он трудится, работает там, она показывает обратно. Пример нашей Калужской церкви, Орловской церкви, высылка Евгения Пересветова, он тоже помогал в этой церкви. Сегодня вот Самара, Архангельс, другие города, их очень много по всей стране. Я проехал сейчас всю страну, встречался с разными служителями из разных союзов, разных деноминаций. Ситуация, к сожалению, она такая плачевная. То есть, если нет помощи, то зачем? Зачем пенсионер или действующий, как говорит президент нашей страны, работает сегодня в офисе РосХВЕ? Мы не получили ответа. Впрочем, попробуйте ответить сами себе, своей совести, своему здравому смыслу. Найдите, вот послушайте это интервью и найдите ответы сами для себя. Сделайте выводы сами. Дим, еще про РосХВЕ. Такие слухи, не слухи, это реальные разговоры, это уже и можно слышать и в Америке, и за пределом, даже сюда доходит, что РосХВЕ попал в руки Кремля, ФСБ, что Сергей Васильевич Риховский уже своих помощников поставил, ФСБшников, что это полностью в других руках уже находится. Ну, просто зная Сергея Васильевича, там, кто есть люди, просто это духовные люди, просто я ситуацию не знаю. Можешь чуть объяснить, если можно? Ну, Артур, прям разговор на самом деле на чистоту такой, что... Я же говорю, на чистоту будет. Тогда я скажу немножечко от начала, что у меня такое представление было о Сергея Васильевича, когда я с ним еще не служил вместе. Кстати, сколько лет вы уже вместе? Ну, уже 16 лет. Ну да, это уже срок. Да. И я, в общем-то, у меня ушел в вечность мой наставник, мой покров, мой пастор, это был мой родной отец. Он ушел в вечность, и я для себя считал, что я не хочу остаться без покрова. Да, я стал как бы вместо отца руководителем ассоциации церквей, но я имел потребность, чтобы у меня был пастор здесь, в России, кому я хочу быть подотчетным. И я молился об этом Богу. Мой отец ушел в вечность 19 лет назад, и я так год-два искал Господь, где мне, что есть мое место в этом евангельском сообществе. Где мне найти этот духовный покров? Я оказался почти, можно сказать, случайно на собрании в церкви Сергея Васильевича. И я не знаю, как это произошло, меня просто накрыло духом святым. Я думаю, что это случайно? Я через несколько-то время опять летел в другой город, и там около аэропорта у меня было время несколько часов. Я думаю, съезжу-ка на собрание, и поехал на собрание в очередной раз, второй раз к Сергею Васильевичу. И меня второй раз дух святой коснулся очень сильно. Я думаю, стоп, я же думал, что это просто чиновник, который с Кремлем общается, с президентом. Что он, да, это его призвание, я без осуждения, это его призвание, но я не хочу быть с ним в служении, потому что он такой, вот, на меня дух святой дважды дал мне подтверждение. И потом я стал с ним близко сотрудничать, больше, больше. И я узнал этого человека изнутри, изнутри. У любого человека есть ошибки, у любого человека есть, как мне кажется, неправильное какое-то там решение. Но это его ответственность. Я знаю этого человека изнутри. Поэтому Бог меня поставил рядом сотрудничать. Я хочу поддерживать руки Сергея Васильевича, быть благословением для РосХВЕ, в чем мое призвание есть, помогая Сергею Васильевичу. И теперь в отношении этих вот ФСБ. Вы знаете, вот для меня с детских лет КГБ это было как Иуда. Что вот как, например, Закхей, почему не любили Закхея, того, как Иисус зашел в Закхею. Он был чиновником. Он был не просто чиновником, а он со своего народа, он как будто бы работал против своего народа. Он работал на Римскую империю, собирая налоги. Брал деньги, да, собирая налоги. И вот есть наш народ еврейский, это, скажем, как был еврейский, у нас есть христианский народ, мы верующие. А есть те, которые против нас работают. Которые сажали наших отцов, наших бабушек, дедушек в тюрьмы. В моей семье много людей сидело в тюрьме. Это были НКВД. И у меня была изнутри ненависть к этим людям. Просто вот сейчас, когда я стал пастор церкви, то у меня были встречи, общения с сотрудниками ФСБ. Например, сейчас в соответствии с законом Российской Федерации у каждого здания должен быть паспорт антитеррористический. В случае какой-то террористической ситуации, чтобы здание было, чтобы были камеры, чтобы была пожарная безопасность, чтобы был определенный уровень чистоты. И там есть в этом паспорте нужно согласование и пожарных, и СС, и в том числе и ФСБ. И я стал, они к нам пришли проверять помещение, здание. Я стал с ними, познакомился. И сейчас у них просьба. Как? Просьба у ФСБ к тебе, к пастору? Но все-таки это же национальная безопасность, если так четко взять. Это КГБ коммуническое время. И сейчас это... А сейчас они стали заботиться, чтобы прихожане в нашей церкви в случае какой-то ситуации не были подвержены... Их жизнь не была подвержена риску. И я, общаясь с сотрудником ФСБ, могу сказать, что я сотрудничаю с ФСБ. Да, если с ними разговариваешь. Если я с ними разговариваю. Я разговариваю с ними, чтобы наши прихожане были в безопасности. Они говорят, а если вы увидите, что у вас в церкви есть люди неадекватные, которые склонны к оружию. Я... Простите, пожалуйста. Я буду считаться стукачом? Что, пастор Артур, думаешь? Я стукач, если я скажу, что я вижу человек, который психически неадекватный. Ходит в нашу церковь, допустим. Как в церкви, к сожалению, как в обществе. Есть люди неадекватные. Я думаю, это разные вещи. Это вот Леста Самбл рассказывал нам, когда он живой еще был, что однажды к ним пришел человек, и он что-то говорил про Израиль, про иудеев, говорил все это. И этот человек злой стал и ушел. Второй раз он приходит, и Дух Святой говорит, еще раз повтори. И он повторяет, и он опять уходит. И третий раз так же был. И он позвонил ЦРУ и сказал, здесь очень подозрительный человек. Что, когда я говорю про евреев, то он стоит и уходит. Да, злой уходит. Что подозрительный человек, проверьте его. Ну, через неделю пришли из ЦРУ и сказали, спасибо вам. Мы поймали очень серьезного террориста. И он готовился делать террор. В принципе, там, когда с Артуром, там культура это есть. У нас есть еще понятие, жизнь по понятию. Да, вот ты и стучал, и что. Ну, есть же, о педофиле приходит. Есть террористы приходят. Тем более, в таких городах вы живете. Вопрос, я думаю, здесь не в том, говорят, что сотрудничают, что вы против терроризма, против педофилии. А просто здесь они что, говорят, что церковь дали руки ФСБ. И сейчас не то, что глава Риховский или вы ведете духовный, а ФСБ то, что говорит, то и вы делаете. Вот это. Я не хочу никого сейчас обидеть. Я скажу одну вещь, только, пожалуйста, поймите меня правильно. И одна сторона, и другая сторона. Однажды мой папа сказал такую фразу, за которую потом его многие братья в нашем братстве многие годы просто полоскали, что называется. Он сказал, если бы я мог взять, зауздать, как лошадь, зауздать дьявола, я бы на дьяволе в Царство Божие тоже поехал. Но он имел в виду, что он готов использовать разные площадки, чтобы нести Евангелие, чтобы использовать разные площадки, чтобы Царство Божие расширять. Но это было неправильно истолковано или понято. Сегодня, если я могу сотрудничать в этом смысле, общаясь с сотрудником ФСБ для блага страны, чтобы принести мир. Например, можете представить себе Сергея Васильевича, которого отец, мне кажется, шесть раз сидел в тюрьме. По-моему, 16 лет срока, если плюс-минус. Почти 20 лет срока. Мой дедушка тоже почти 20 лет срока сидел в тюрьме. Если отец Сергея Васильевича просидел почти 20 лет в тюрьме от НКВД, от этих доносов, неужели вы думаете, Сергей Васильевич придаст память, честь, веру своего отца и будет сотрудничать в вашем понимании с теми, кто убивал и сажал христиан? Никогда. Никогда. Я с Сергеем Васильевичем плотно общаюсь изнутри. Я знаю его сердце. Никогда. Но из сердца Сергея Васильевича, мое сердце, мы заинтересованы в распространении Евангелия, Благой Вести. И мы сегодня общаемся с различными структурами нашего государства, в том числе и с сотрудниками ФСБ. Я уже сказал в отношении, допустим, педофилии меня просили. Если вы видите, у нас конкретный случай в нашей церкви, когда я увидел, как педофил пытается проникнуть в воскресную школу, я поставил сразу этому запрет. Сказал, если ты еще раз придешь, я сразу... То есть ты приходи в церковь от входа в зал для собраний. Но ни в коем случае не подходи к детям. И я предупредил, что если такое быть, я позвоню в полицию. Это мое сотрудничество с полицией или с ФСБ? Нет, я защищаю наших прихожан. Ну да, это 100% ты можешь защитить и должен. Я должен это делать. Потому что несешь ответственность, когда идет воскресное служение. Мы берем у нас тоже в Армении детей на собрание. Вот это час-два. Мы полностью ответственны за них, если что-то случится. Мы отвечаем. Но здесь вопрос, знаешь, что, Дим, по-другому, что как будто духовные лидеры уходят, а работники ФСБ... На самом деле я не знаю этих людей. Офисы уже сидят, работают, управляют союзом. Вот это вопрос. Понимаете, если бы это было можно сделать, и я верю, что так у нас сейчас и происходит. Я так верю. Я так искренне верю. Человек работал в какой-то организации. В министерстве образования, в министерстве спорта, или в министерстве здравоохранения, или в ФСБ. Пошел на пенсию. У него есть, вот, я знаю, один сотрудник в офисе РосХВЕ, человек, с которым я работал вместе в телевидении. Я был генеральным директором телеканала ТВ-центр в Петербурге, а он был очень высокопоставленный директор в ТВ-центре. И он пошел на пенсию в ТВ-центре. Он пришел сегодня со своим опытом на работу в РосХВЕ. И он сегодня сотрудничает, работает в офисе РосХВЕ с Сергеем Васильевичем. Еще один человек, который раньше работал в ФСБ, и сейчас пошел на пенсию. И он со своим опытом работы помогает сегодня защищать церкви РосХВЕ. Для меня это здорово. Когда человек со своим опытом работы в государственной структуре, могут быть разные структуры, в том числе и ФСБ, сегодня работает в том, чтобы защищать церкви РосХВЕ. Для меня это благословение. Опять же, это не моя ответственность. Я доверяю Сергею Васильевичу, зная, что он сегодня, этот человек, помогает защищать церкви РосХВЕ. И это для меня благословение. Но при том, все знают, что он на пенсии поработал. И он... Так это же не скрывается. Это же не скрывается. Это честно... Это... Это... Если бы это было скрывалось, это же не скрывается. Он на пенсии. Он сегодня помогает защищать церковь.